Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы с вами в Тюмени. Продолжается чемпионат Мелбет первой лиги, седьмой тур. И мы с вами на стадионе Геолог. Лучшая лига мира снова приехала в лучший город земли. Но, по крайней мере, в Тюмени давно такой слоган существует. Желто-красные цвета у Арсенала, которому 101 год скоро исполнится. Ну и поехали! Первый тайм. Посмотрим, как будут располагаться футболисты. Как будут играть практически на каждую позицию два игрока. Оливье Кинфак, прострел! И кто добивать будет? Удар не получается. Там помешали два футболиста Тюмени друг к другу. И у Каратаева удар не получился. Но вот Оливье Кинфак самый опасный в составе Тюмени. И сейчас посмотрите, как Тюмень мощно начинает. Оливье Кинфак создал сейчас вот этот опасный момент. Он сначала заброс был хороший. Оливье здесь один. Отклеился от соперника, прострелил, успевая среагировать Левашов. И здесь, посмотрите, Ткачук и Каратаев не разобрались. Ткачук, по сути, помешал Каратаеву пробить. Из Владикавказа. Семь лет отыграл во Владикавказе за Аланию. И вот впервые Гоша вступает в игру. Впервые, наверное, за последний календарный год. За Московское Динамо, Оренбург, Химки, Крылья Советов. Волгарь в прошлом сезоне. За Нефтехимик опасный. Липовой удар не попадает. Вот это моментнище. И угловой там будет. Все-таки мяч коснулся игрока Тюмени. Все-таки чуть долго, наверное, готовил удар. Разыгрывает мяч футболисты Арсенала. Удар поворотом. И Гошев на всякий случай падает. Но успевает руки убрать. Тюмень большими силами атакует. Качук там забегание делает. Подача на дальнюю штангу. Куда Бем прибежал. Здесь должен Левашов играть. Втыкается Каратаев в Левашова. Каратаев невысокий футболист. Плюс руки Левашова. И так Левашов сейчас сверху вниз. Посматривает на Каратаева. И говорит, ну куда же ты в меня-то прыгаешь? Оливье, кинфак. Справа подключается Бем. Стреляет с дальней дистанции. Оливье, кинфак имел абсолютно право на это. Потому что хорошо поставленный удар у Оливье, кинфака. Хорошо бежит. Линия полузащиты. Подача. Опасный момент. Малик. Мог сейчас Малик отличиться. Практически через несколько минут после выхода на поле Малик не попадает в сторворот с 10 метров. Но посмотрите, Малик-то там выиграл борьбу. Так что ему не потребуется. Во-первых, много времени на то, чтобы набрать хорошую форму. Во-вторых, удар. С дальней дистанции. Так показалось, что мяч-то в ворота летит. И Гошев чуть-чуть, может быть, запоздал, а прыгнул в угол. Он, может быть, и видел, контролировал ситуацию. Смотрим. Даже мяч перелетал 11-метровую отметку иногда. Тоже неплохо. Тоже здорово. Как раз к 11-метровой отметке. Удар. И Бем там бил мяч. Да. Вратаря не долетел. Подбор за Тюменю. Оливье качнул соперника. Подача будет? Нет. Передача. Низом. Бить можно. Удар. И Гошев в игре. Вот сейчас. Хорошая позиционная атака. Пытается обыграть. Здорово. Прострел. Протбор за гостями. Удар. И да. Снова был момент у футболистов Арсенала. Но Ткачев не попадает в створ в ворот. Данил Кленкин у мяча. Хорошая подача. Удар. И это не гол. Мяч приземляется на сетку. Но сверху. Но вот первый опасный момент у ворот гостей во втором тайме. Здесь, во-первых, отмечу классную подачу Кленкина. И кто там? Два человека в стенке. Остается. Удар. Да. Это был удар. Но мяч до Гошева не долетает. И в этот момент звучит финальный свисток Евгения Галимова. 0-0. Дева сегодня работали. Комментатор Дмитрий Рыбьяков. Режиссер трансляции Александр Лютоев. Редактор Сергей Шнайдер. Мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова